Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами знакомиться с мордовскими народными сказками. И сегодня она будет называться «Антипка». Жил-был один барин, и была у него стрепуха Мария, а у нее был сын Антипка. Однажды барин спохватился, что у него мука пропадает. Говорит он стрепухе, почему так много муки расходуешь? Не воруешь ли ее? Не ворую, говорит она. Может, сын мой ворует? Иди и позови Антипку, говорит барин. Стрепуха сына позвала. Ты муку воруешь, спросил барин. Я, ответил Антипка. Барин говорит. А хорошо ли умеешь воровать? Умею, говорит Антипка. А укради моего жеребца. Украду, согласился Антипка. Барин закрыл жеребца в конюшню, а перед конюшней поставил караул. У ворот поставил двоих, у дверей двоих. Одного посадил верхом на жеребца. Антипка взял бочонок вина, взобрался на чердак конюшни и стал по капельке лить вино на голову караульного. Что это капает, думает караульный. Капнуло ему на губы. Вино. И говорит. Да это вино. И подставил он свою шляпу. Налил ему Антипка в шляпу вина. Караульное вино выпил, а потом всех караульных напоил. И заснули они все. А Антипка сел на жеребца и уехал. Утром встали, жеребца нет. Барин пришел к Антипке и спрашивает. Ну как? Украл? Украл, ответил Антипка. Барин спрашивает. А как ты украл? Антипка и рассказал. Да это что, говорит барин. Вот перину из-под меня тебе никак не удастся украсть. Украду, говорит Антипка. Пришла ночь. Антипка взял в кувшин дрожжей и вылил их на барина, да на его жену. Барин среди ночи проснулся и спрашивает жену. Да это что такое? Мокрое что-то? Вызвал он стрепуху и говорит. Иди, вынеси перину во двор, да высуши. Стрепуха вынесла. Антипка в это время взял перину и ушел. Утром барин проснулся, а перины нет. Это смотри-ка, Антипка украл, думает он. Пришел к нему и спрашивает. Ну, украл? Украл, отвечает Антипка. Барин же ему в ответ. Да это что? А вот денег моих хоть умри не украдешь. Сам всю ночь буду их караулить. Все равно украду, говорит Антипка. Барин положил свои деньги на окно и ждет, когда Антипка придет их красть. А в руки топор взял. А Антипка пришел к попу и говорит. Батюшка, деньги тебе нужны. А как же, очень даже нужны. У барина деньги на окне лежат. Иди, возьми. Пошел поп, протянул руку за деньгами. Барин и отрубил ее. Поп вторую руку протянул. Барин и эту отсек. Кончились Антипкины дела, сказал барин и лег спать. А Антипка залез в окно и взял сундук с деньгами. Утром барин спрашивает Антипку. Как же ты их украл? А Антипка рассказал. А теперь попробуй-ка жену мою украсть, говорит барин. Украду, соглашается Антипка. И вот однажды барыня поехала на лошади по лесу покататься. А Антипка пошел в лес и у дороги на дереве повесил себя. Барыня говорит кучеру. Смотри-ка, это же наш Антипка. Да и поехали дальше. А Антипка пошел по другой дороге, опередил их и опять повесил себя на дереве. Едет барыня и говорит кучеру. Смотри-ка, и тут Антипка, и там такого видели. Поди-ка посмотри, там ли тот. Кучер ушел, а Антипка вылез из петли, сел на тарантас и погнал лошадей. Подъехал к морю и барыню бросил в воду. Приехал домой и говорит барину. Я жену твою украл. И где она сейчас, спрашивает барин. Бросил в море к бесам. Ты иди, говорит барин, найди мою жену. Если найдешь, все богатство тебе отдам. Антипка снарядился и ушел. Шел-шел по лесу. Ему заяц навстречу. Решил Антипка убить его. Погоди, не убивай меня, говорит заяц. Самому тебе добро сделаю. Не стал он его убивать. Дальше пошел. Идет, а навстречу ему медведь. Решил он и его убить. А медведь и говорит. Погоди, не убивай меня. Самому тебе добро сделаю. Не убил он и его. Шел-шел, воду нашел. Сел на берегу и стал веревки ввить. Из воды бесенок вышел и спрашивает. Что ты, дяденька, делаешь? Веревку вью. Зачем веревку? Воду мутить. Зачем мутить? Воздушить. Бесенок быстро бросился в воду. Пришел к деду и рассказывает. Дедушка, вон там сидит молодец. Веревки вьет. Нас душить думает. Иди, скажи ему, что наше море бездонное. Бесенок вылез и говорит. Наше море бездонное. А у меня веревка бесконечная, говорит Антипка. На, посмотри да смерь. Бесенок мерил-мерил, никак не мог измерить до конца. И бросился в воду. Там деду и говорит. Дедушка, у него веревка бесконечная. А дед ему в ответ. Побегите с ним. Проверьте, кто быстрее бегает. Вышел бесенок и говорит. А давай побежим, кто быстрее. Да где тебе со мной бежать? Есть у меня младший брат. Попробуй с ним побегай. А где он, спрашивает бесенок. Антипка крикнул зайца и говорит. Попробуй, догони мы его братишку. Бежал, бежал бесенок за зайцем. Не смог его догнать. Бесенок опять в воду нырнул и рассказывает деду. У него есть маленький братишка. Бежал я за ним и догнать не мог. Иди, говорит дед, попробуй, кто из вас сильнее. Вышел бесенок и говорит. А давай поборемся, кто сильнее. Да где тебе со мной бороться, говорит Антипка. У меня есть дед. Сначала с ним поборись. Ну давай с ним бороться буду, согласился бесенок. Антипка вызвал медведя. Пошли они в лес и стали бороться. Медведь чуть кишки у бесенка не выпустил. Бесенок нырнул в воду и рассказывает деду. Я с его дедом боролся. Чуть кишки он мне не выпустил. Старик дал ему дубинку. Иди теперь, бросьте эту дубинку, кто выше закинет, говорит ему дед. Бесенок вылез и говорит Антипке. Давай бросим эту дубинку, кто выше закинет, проверим. Попробуй ты сначала закинь, говорит Антипка. Высоко бесенок забросил дубинку и говорит. А теперь ты попробуй закинь. Сейчас брошу, говорит Антипка. Только смотрю, вот на какую тучу б закинуть ее. Бесенок схватил дубинку и нырнул обратно в воду. И деду рассказывает. Он хотел забросить дубинку даже на тучу. Останемся мы так без дубинки. Дедушка ему и говорит. Иди, отдай ему барыню. Антипка привез барыню. Барин отдал ему все свое богатство. Антипка превратился в барина, а барин в нищего. Вот такая на сегодня сказка. До новых встреч, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова